МЦУ Самара оптимизирует работу служб, сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале. На сетях ресурсоснабжающей организации устранены утечки. Муниципальный центр управления Самары с помощью электронных ресурсов «Инцидент менеджмент» и «ПОС Госуслуги решаем вместе» в день обрабатывает сотни обращений горожан в социальных сетях, касающихся вопросов благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и других актуальных для жителей областного центра вопросов, относящихся к компетенции муниципальной власти. С начала ноября 2024 года только системой «Инцидент менеджмент» было зафиксировано 3735 сообщений от горожан, из них отработано уже 3300. Например, жители дома 44 по улице Белгородской забеспокоились, обнаружив, что затопление колодцев, находящихся на прилегающей к дому территории, начинает распространяться в подвалы. Сотрудники ресурсоснабжающей организации прочистили 50 метров канализационной трубы, вытащили пробку из мусора. А на улице Елизарова, 68, жители обратили внимание властей на излив колодца между детским садом и станцией скорой помощи. 27 ноября на участке завершены земляные работы. Повреждения на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров устранено. Правительство Российской Федерации утвердило предельный индекс оплаты граждан за коммунальные услуги, информирует администрация промышленного района. Их установление в регионах проконтролирует ФАС России. По каждому субъекту Российской Федерации будет определен свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением индекса. Такое ограничение по изменению платы за ЖКУ станет эффективным инструментом сдерживания роста тарифов. Администрация Кировского района приглашает жителей принять участие в голосовании регионального проекта «Народное признание». Это один из самых масштабных и народных проектов, реализуемых правительством Самарской области, целью которого является поощрение жителей области за активность в социально-экономическом развитии региона. Кировский район представляет Сергей Чурин, который принимает участие в номинации «Мы вместе». Сергей работает врачом в больнице Середавина и в качестве волонтера организовывает сборы и отправку гуманитарной помощи для мобилизованных самарцев. Поддержать Сергея Чурина можно по ссылке, указанной в телеграм-канале администрации Кировского района.